Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, IBF.NET у нас запускает Netverse на блокчейне Algorand. То есть, ну, помните, я рассказывал и показывал уже, что у нас, в принципе, Ethereum с Algorand сотрудничает ради того, чтобы запустить в Австралии CBDC. Ну и в целом у нас Algorand продолжается, скажем так, строить на данном блокчейне. И он, на самом деле, ну, я так понимаю, не специально подогревает такие новости. Ну, во-первых, на отскоке, а во-вторых, естественно, для того, чтобы удержать цену. Потому что у Algorand еще разлоки в 2023 году будут, ну и плюс цена будет укатываться. Потому что будет падать биткоин и будет расти его доминация потом, когда мы упадем уже ниже 15. Вот, и, соответственно, базирующаяся в Индонезии сеть IBF запустила первую в мире метавселенную на блокчейне Algorand, чтобы поддержать цифровизацию в исламском мире. Ну и Netverse это, получается, метавселенная, соответствующая шариату, да, которая включает в себя проект Netversity, предлагающий несколько курсов, в которые можно пройти кто и где угодно. И, согласно официальному пресс-релизу, этот запуск метавселенной на блокчейне Algorand, ну это, естественно, технологии в контексте Web 3.0, ну и также подчеркнули в пресс-релизе, что они также сосредоточены на органическом росте сообщества в сети IBF Next. Ну и, получается, другие разработки планируют создать совет по управлению состоящих из ученых, профессионалов, специалистов по шариату из индустрии и исламских финансовых услуг. Основатель IBF Netgroup сообщил, что приглашение присоединиться к совету открыто для всех людей и что для участников вступающих в совет не будет взиматься членских взносов. Ну, по поводу членского взноса, кто помнит Mafia 2, всем привет. Технический директор Ripple высоко оценил функцию Xium Wallet Dex Trade, получается, Дэвид Шварц у нас сообщил в Твиттере, что оценил функцию такого приложения Dex кошелька Xium. Ну, то есть Dex уже внедряются при помощи компании Ripple и говорит, ура, я могу использовать Xium Trade. Ну, и может быть, это такая нативная реклама была, кто его знает, но и следует отметить, что находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах для внутреннего мероприятия Ripple и встречи с криптокомпаниями в регионе, согласно твиту Шварца. Вот он написал. И, получается, поделившись фотографией, функция упомянул, что прошел тест на знание Dex Trade и в отдельном твите сказал, что получил высокие оценки за тест. Ну, и, получается, это не кастодиальный кошелек, созданный на XRP Ledger компании XRP Labs. Ну, понятное дело, это как подкомпания от компании Ripple и предлагает держателям XRP много функций, адаптированных для XRP Ledger, чем большинство других кошельков. И среди них встроенные веб-приложения XApps, в том числе платформа Dex Trade. Вот. Ну, и, получается, пользователи могут торговать с использованием XRP. Там обернутые XRP. Также еще, как мы видим, в список входят три фиата. Это евро, доллар США, британский фунт. По поводу британского фунта, сейчас я тоже вам кое-что покажу интересненько. Криптовалюты такие, как Bitcoin, Ethereum, Flare, да, хотя они хейтили, типа Flare и Sandberg, но все равно они трейдятся, да. Вот, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Gala, Litecoin, Dash и Rep. Вот. Ну, и, говорят, стабильные монеты, как USDC и USDT. Самое интересное, что USDC, на самом деле, может и скомануть. Я уже рассказал, почему. Поэтому есть ролик про Coinbase. И токенизированные активы, такие как золото. Ну, и Шварц написал, что обнаружил одну особенность платформы, из-за которой она размещала ордер на продажу в другом направлении, в котором он размещал лимитный ордер на покупку. Однако, исполнительный директор Apple и один из тех, кто первоначальных был создателем XRP Ledger, заявили, что в остальном платформа очень хороша. А также работает с проблемой, согласно твитам Витца Винда, старшего разработчика и Бенджамина Коуэна. Далее, потом у нас, соответственно, Джон Диттон говорит по поводу того, что XRP останется, ведущий криптовалюты, через 5 лет, несмотря на сек. Ну, то есть, нам уже прямым текстом говорят, ребята, это будущий CBDC, XRP будет жить, поэтому то, что вы его хороните, говорите, что это скам, но это смешно. Вот, уже прямым текстом. Но кто на такие новости обращает внимание? Вот, и тут дублируется на CryptoBasic, вот эта новость. И получается, то есть, таких новостей по факту, ну, сколько там, меньше 1%. И люди, что на это не обращают внимание, они-то обращают внимание либо на вот такие новости, типа Apple на подъеме, Apple растет, там XRP пампится, либо, соответственно, XRP судится, и все это с камина там и так далее. Я вообще не знаю, кто верит в этот суд, ну, мне уже смешно, ну, ладно. И получается, наряду XRP назвал BTC и ETH в качестве надежных криптовалют. Это не первый раз, когда Диттон выражает уверенность в долгосрочной ценности XRP. В августе прошлого года он сделал такое же заявление. Но тогда, имейте это в виду, естественно, ну, понятное дело, он высказывает это сейчас на подъеме, и люди думают, о, надо тогда закупать сейчас. И, конечно же, когда цена там 40 центов, да, вот у нас показывают 43 цента почти, ну, 42,5, то, соответственно, естественно, люди побегут покупать его сейчас на отскоке. Хотя, я уверен, XRP будет ниже 30 центов, если биткоин ниже 15 сходит, это вообще запросто. Вот, поэтому то, ну, и как бы, а в августе тогда тоже был отскок, я напоминаю, по биткоину на 25 тысяч. Поэтому то, что эта новость выходит именно сейчас, тут она даже воспринимается не столько, как CBDC, да, и что XRP, там, и Суть Сек, это фикция, и спектакль. А с той точки зрения, что надо покупать на вот этом отскоке, вот, ориентированно на это. Ну, то есть вот так я вам вот эти хитрые замыслы китов объяснил на пальцах. Вот, поэтому в августе прошлого года сделал такое же заявление по поводу рекомендаций швейцарского банка цифровых активов. Ну, и ранее Дитал говорил, что урегулирование, получается, не будет произведено до тех пор, пока судья не вынесет свое решение. Ну, и, как минимум, решение, естественно, не вынесет, потому что пока медвежка, решения этого не будет. Вот, ну, либо будет, скажем так, уже на преддонных, либо донных отметках, чтобы укатать еще сильнее цену, либо потом уже, типа, Apple победит, но уже на росте рынка, на бычьем рынке, да, 25-26 год, скорее всего, и на пике рынка ради того, чтобы цену взвинтить и разгрузиться об хомячков, которые верят в этот суд и в его реальность. Вот, ну, и об этом сообщил в своем прогнозе на 23-й год и так далее. Ну, и, получается, вот он говняшку такой показал, что, типа, не факт, что все получится, а это по поводу SBF, да. Вот, и Дитан сказал, что он не ожидает, что Конгресс США в ближайшее время примет такое решение, ну, и говорит, что регулирование – это первая половина 25-го года. То есть он нам дал такую скрытую подсказку, что вот у нас, конечно, бычий рынок – это первая половина 25-го года. Ну, я не знаю 100%, может быть, и раньше он начнется, но так как толпа ждет, что, типа, 100%, если не будет 23-й, то по-любому будет после халвинга или до халвинга еще рост. Понимаете, если толпа, вот я тоже часто такое вижу, но не то, что толпа, а просто вот люди даже говорят, ну, что, типа, всегда было, ну и что, а в этот раз все по-другому. Мы уже упали ниже, я напоминаю, минимумов, если кто забыл по поводу, когда, сейчас тоже покажу, там, интересная новость. Вот, по поводу, ну, вернее, упали ниже максимумов бычьего рынка, то есть мы должны были не упасть, по идее, ниже, там, 18-19, ну, 17-ти. Мы упали на 17-500, а потом 15-500, то есть уже закономеренность нарушилась. Во-вторых, это первый кризис на криптовалютном рынке вместе с медвежкой, понятное дело, то есть и в эскорреляцию, как мы видим, рынок не пошел, и, соответственно, естественно, мы упадем как минимум на 82-83%, а это 12, а то и 11 тысяч, если не 10, вот, это первое, то есть я жду ниже десятки по-любому, вот. Ну, не по-любому, понятное дело, я 100% не знаю, но большая доля вероятности мы увидим, вот. Поэтому и, соответственно, я уже забыл, за что я говорил, а по поводу того, что, получается, у нас 25-й год, да, и халвинг люди ждут, то есть, естественно, они ждут, что 24-й год, по-любому там будет у нас до халвинга, либо после халвинга 100% в течение полгода-год у нас будет рост, а может его и не быть специально, чтобы людей разочаровать. На это и расчет, кризис для этого и создается, я еще раз объясняю. Ну, если кто не догоняет, ну, хорошо, потом будете кусать локти, что вы поспешно закупались, либо не досидите. Вот и все, поэтому я говорю, что год-два это самое минимальное, что ждать. Я полагаю, что первый или второй квартал 2020 года, скорее всего, будет самым ранним сроком, и я могу быть оптимистичным по поводу, причем тут регуляция вообще и рост рынка, по поводу того, что, потому что вольются крупные капиталы к этому моменту, и тогда уже более-менее ситуация с кризисом, киты уже, ну, смогут достаточно набрать объемов, да, за это время, вымыть хомяков временем, даже не столько падением, сколько временем, а еще и падением ниже десятки, то, да, 99% людей выйдут и скажут, что, типа, нахер эту крипту. А если еще какие-то события еще подгонят, да, по типу, как в 2020 году, то, я думаю, вы понимаете, какая там крипта. Большинство скажет, а нахер эту крипту, это скам, вот, так и будет. Вот, как часто подчеркивал адвокат, XRP остается топ-10 криптовалютам и так далее. За этот период XRP-лоджер развивается и позиционирует себя конкурент Ethereum в пространстве DeFi, ну, Ethereum у нас уже как CBDC внедряется, я это уже показывал совместно с алгорендом, ну, и также имеет функциональность NFT, да, также автоматический маркет-мейкер, сайдчейн, совместимый с Ethereum Virtual Machine, ну, то есть, как минимум, XRP с Ethereum сотрудничают. Вот, поэтому, ну, XRP это США, ну, компания Ripple, а Ethereum это Канада, поэтому, ну, в принципе, там тоже США, я более чем уверен. Вот в то время, как многие могут воспринимать Ledger как запоздалый вариант, то, получается, энтузиасты, разработчики преимущества блокчейна уверены, да, оценят преимущества масштабируемости и безопасности. Далее, потом у нас вот, интересно, ну, вот, Джеймс Уоллес, представитель Ripple на вебинаре про цифровой фунт. Вот, то есть, фунт это у нас Великобритания, если кто не знает, то UK, да, United Kingdom, Соединенное Королевство. Вот, и получается у нас, ну, вернее, объединенное, как оно там, вот, поэтому Ripple объявила, что ее вице-президент по взаимодействию с центральными банками и CBDC, Джеймс Уоллес будет представлять компанию на предстоящем вебинаре, ну, это прямой эффект, да, Digital Bound Foundation, вебинар под названием «Для чего действительно полезен цифровой фунт?» Полезен, понимаете, то есть, естественно, о минусах, кто вам будет говорить? Никто. Вот, состоится 26 января 2023 года, вот, поэтому, если кто не смотрел ролик про CBDC, обязательно рекомендую посмотреть, потому что потом уже будет поздно, ребят. Веб-семинар пока еще год-два-три у нас есть, ну, понимать, как это все будет работать и подготовиться, да, если вы, ну, будете сидеть сложа ручки, да, и ничего не делать, ну, потом будете очень сильно жалеть. Вот, расскажет, это кто сейчас, допустим, не копит стейбла, да, хотя полгода об этом уже говорю, даже, наверное, месяцев семь, но, ну, не копит стейбл и думает, что, типа, будет быстрый разворот, там, ралли, уже там, бычий рынок, ну, да, конечно, мечтайте. Вот, а потом, соответственно, CBDC не вынедается и так далее, кому он нахер нужен и так далее. Ну, вот, посмотрите, добровольно, принудительно переведут, да и все, кто там кого будет спрашивать. Которая, получается, цифра... В 20-м году ж никто никого не спрашивал? Не спрашивал. В этом году кто-то кого-то спрашивал? Не спрашивал. По поводу, там, CBDC и прочих моментов. Ну, вот и делайте выводы, ребята. Поэтому, которая цифровая валюта планирует добавить в существующий платежный сектор. На этом вебинаре мы услышим мнение ряда практиков, которые тестируют или реализуют реальные варианты использования цифрового фунта. И также из группы экспертов, где CBDC и частные стейблкоины действительно могут достичь этих целей. Вот, поэтому, как минимум, CBDC уже в Великобритании, хоть она вышла из Евросоюза, но, как минимум, как в Евросоюзе, так и в Великобритании тоже внедряется CBDC и уже тестируется вовсю. Поэтому, ребят, можете не сомневаться, 24-26 год это уже будет полностью запущено. И уже пилотные запуски есть в Канаде, в США, я тоже уверен, в Китае и в других странах. Поэтому, как мы видим, самое интересное, то есть Digital Pound Foundation, независимая организация, работающая с многочисленными участниками и заинтересованными сторонами, включая Apple. А Apple это что? Это США. Вот, внедрением хорошо придуманного цифрового фунта. Организация зарегистрирована 22 июня 2021 года, когда рынок в коррекцию, кстати, ушел. Также работает над созданием эффективной разнообразной экосистемы для новых цифровых денег. То есть уже, я же говорю, вот эти все внедрения, то есть разработки ведутся с 2018 года, а внедрение уже начинается и тестирование вот этого всего с 2021 года, если не с 2020. И 14 октября 2021 года Apple заявила о пресс-релизе, присоединилась, получается, к Pound. Вот, и получается, некоммерческая организация, занимающаяся внедрением цифрового фунта стерлинга в Соединенном Королевстве. Apple добавила, что ее политический директор Сьюзи Фридман, получается, совпадение, да, будет представлять компанию в совете директоров Digital Pound Foundation. И Apple способствует принятию CBDC. Следует отметить растущий интерес к цифровым валютам центральных банков среди различных. Ну, у людей интереса пока что нет, естественно, потому что люди не хотят разбираться и не понимают, что это вообще будет. Вот, ну, благо, у меня есть ролик на канале, можете посмотреть и разобраться, пока все сидят там и, как говорится, как черепахи двигаются, то мы уже будем на несколько шагов впереди. Среди различных ЦБ, включая Банк Англии, Южную Корею, ну, понятно, что не Северную и так далее, интересно, что Apple продолжает играть важную роль, помогая центральным банкам использовать CBDC. Вот, и в сентябре 2021 года заключила партнерское соглашение с Королевским валютным управлением Бутана для пилотного использования розничных, трансграничных и оптовых платежей для цифрового, получается, ингутрум, не знаю, что это. Поскольку центральные банки проявляют интерес, Apple объявил в 2021 году о создании частного блокчейна, специально разработанного для цифровых валют центрального банка. Ну, то есть у них даже, у банков даже свой блокчейн будет отдельный какой-то, выделенный, да, ну, за счет которого они смогут управлять этой системой. Я думаю, понятно, да? Вот, поэтому технический директор продвигает вот у нас функцию Xium Dextrade в Дубае, вот, в том числе, ну, это я уже показал, по поводу фонд XRP Ledger повторно представляет предложение для выпущенных токенов в использовании условного депонирования в каналы оплаты, вот, и, получается, позволит более широкие варианты использования функции, ну, то есть, и поправка там новая какая-то XLS-34D, ну, то есть, как мы видим, помечательно, как бы, позволяет пользователям блокировать XRP до тех пор, пока не будет выполнено заданное условие. А функция платежных каналов позволяет пользователям совершать асинхронные платежи, которые можно разбить на небольшие суммы и оплатить в предпочтительное время. Согласно предложению, ограничение этих функций только XRP не позволяет им получить более широкое распространение, ну, и различные поправки, обновления и так далее, ну, и, типа, все у нас залочено, все будет зашибись, вот, поэтому и, на самом деле, как бы, как мы видим, по словам разработчиков, также NFT на XRP Ledger только что продано, даже без прикрепленного изображения, вот, и сегодня, получается, 23-го числа, ну, это вчера, вот, поделился подробностями АВАИ и произошедшего XRP Ledger, по его словам, он просто экспериментировал на XRP Ledger, создал простой токен без каких-то отличительных особенностей, ну, и, получается, было тестирование ксюмы, по сути, имеет жестко запрограммированную функцию, да, и, получается, самое интересное, что, однако, кто-то купил его сразу после того, как он был развернут и стал видим в сети. Скорее всего, транзакция была совершена автоматическим торговым сервисом BATOM, который сканирует XRP Ledger в поисках подходящих предложений, и комментаторы аккаунта заметили, что подобные частные, несчастные случаи имели место при тестировании ранее, вот, ну, и, получается, естественно, они над этим тоже, я так понимаю, будут работать. Также энтузиасты гадают, сможет ли новый владелец простого NFT без метаданных продать его в ближайшие годы с нарушительной прибылью, ведь это уникальный токен, вот, и, получается, выпуск, ну, что только они придумают уже. В NFT было одним из самых ожидаемых технологических разработок сообщества XRP, оборот трендовых коллекций уже повысил 7,3 миллиона XRP, и в декабре 2022 года, получается, на основе XRP Ledger преодолели основные вехи продаж NFT-шек. Вот, далее, потом у нас фонды XRP продолжают видеть приток, поскольку рынок и плюс заканчивает медвежью полосу, видите, говорят, у нас все, медвежья полоса закончилась, и, соответственно, у нас приток 37 миллионов долларов, ну, лютый приток, конечно, для крупного капитала. Предложена новая поправка к реестру XRP, вот что она меняет. Ну, это я уже тоже показал. Потом, соответственно, у нас адвокат, выступающий за Apple, делится доказательствами того, что SEC ошибается в отношении XRP. Ну, естественно, это мы уже слышали, поэтому, ну, как бы он ожидает, что вот там все это разрешится. Плюс еще самое интересное, что вот она SEC там CFTC, а по поводу CFTC я вчера показал, что Stellar у нас присоединилась и стала советником даже CFTC, а CFTC это, ну, короче, организация по типу SEC, тоже там какая-то комиссия по ценным бумагам, только более такая продвинутая, я так понимаю. Крупнейшая движущая сила, XRP подскочил до трехмесячного максимума на фоне консолидации капиталютных рынков в понедельник. Ну, и типа вот у нас рост, давайте 43 цента, пора покупать, восходящий тренд, бычий рынок, но пройдено и так далее. Ну, как бы, если что-то навязывается, очевидно, что это правда, да. Вот, поэтому XRP готовится к бычьему извержению, поскольку Гарлинхаус из Apple считает, что правда обнаружится в деле SEC, типа все уже закончилось, да, сейчас правду вскроют и все, ребята, как запоем, сейчас Apple взлетит, ух ты шо, безбручевая рынка и в кризис, ага, сейчас. Вот, юрист Билл Морган говорит, что возможность для урегулирования в судебном процессе против Apple появилась там и так далее, и все. Вы должны понимать, что он не имеет общего какого-то с компанией Apple, вот, ну, это мы тоже уже слышали эту ахинею. Спрос на XRP растет, поскольку судебный процесс близится к завершению, ну да, конечно. А рыночная стоимость превышает 20 миллиардов долларов, ну, рыночная стоимость, это капитализация, то есть это имеется в виду, что, ну, опять же таки, капитализация, это цена умноженная на количество монет в обороте, просто подросла цена, цена умножается на количество монет, и за счет этого подросла капа, поэтому то, что там вливы большие, да не было там никаких вливов, и это все искусственно. Вот эта поправка к XRP выступает в силу сегодня без одобрения Apple, ну, по поводу какая-то поправка у нас, как минимум, хотя здесь, как минимум, какие-то голосования, 27 из 34 голосов, и получается новое изменение настраивает конзакцию, чек кэш, и таким образом при обналичивании чека для выпущенного токена автоматически создается линия доверия, это устраняет этап настройки линии доверия перед получением токена через чек. Ну, то есть уже, как мы видим, какие-то там, ну, платежи, я так понимаю, может, даже оплаты карточкой, вполне возможно, ну, вот это то же самое CBC, то есть, ну, по факту, как минимум, разработки все эти ведутся с одной целью, просто платежи и, ну, перевод нас на цифровую систему, вот и все, ну, то есть, поэтому, я думаю, понятно. Валидатор был переведен в UNL и не голосовал и не возвращался в течение двух недель, в результате чего поправка преодолела 80-процентный порог консенсуса, ну, и в целом, как объяснил у нас вот Jake, в сети используются три широко известные UNL, это Ripple, XRP Ledger, Foundation и Coil, причем они все перекрываются, и наиболее распространенное перекрытие, это будучи до UNL, и валидаторы могут свободно выбирать, какое использовать, ну, и тем не менее, наиболее популярен, что он состоит из надежных, безопасных, доверенных валидаторов, да, и таким образом, даже если Ripple разорится, XRP Ledger может сохраниться, ну, я не верю, что Ripple разорится, потому что это американская разработка, поэтому это уже смешно, вот, XRP вырос на 40% с тех пор, как CNBC, Крамер раскритиковал монету, ну, и типа того, что вот дно пройдено, а Крамер всегда, когда критиковал, типа, он критиковал, говорит, на дне не надо покупать, а на хаях самое время, ну, и как бы, они, типа, стебутся над ним, и говорит, что вот он вырос на 40%, давайте, ребят, пора залетать тоже, вот, поэтому дно пройдено, и полноподъемится, на XRP достигнет 43 доллара, эксперты у нас взвешивают, ну, и, соответственно, вот у нас там какие-то малюнки, далее, потом, говорит, у нас XRP стремится к зоне про FTX, типа, все, FTX, крах FTX никак не повлиял, помните, вот, вспоминайте блогеров-балаболов, которые вам тоже самое рассказывают, которые, естественно, шаят, в кавычках, 0.45% на фоне доллара, то есть, видите, 43 цента, 45, все, уже, давайте, бегом, сейчас улетаем на 10 долларов по XRP, биткоин-сопротивление на уровне 25 тысяч станет решающим индикатором всплеска, у нас говорят, и, типа, какие изменения там и так далее, ну, и, в целом, по поводу, вот, блокфайр планируют продать, ну, это ж никто не читает, читают, что, типа, достигнул максимума, и, как мы видим, эфириум там подрос, достигнув высокого уровня с августа на выходных биткоин практически не изменился, даже если последний всплеск произошел обычной акцией, некоторые люди не уверены, как долго продлиться эта ралли, но, опять же-таки, кто это читает, да никто не читает себе, что это все уже разворот, Бернштейн, не знаю, кто это, типа, не знаю, брат Эйнштейна, называют реальную причину недавнего скачка цен на биткоины, ну, и какая же причина, давайте глянем, по поводу быки взволнованы восстановлением, не знаю, кто там взволнован, я думаю, медведи были взволнованы, что, типа, о, боже, я не успел закупиться, ну, да, конечно, ребята, рынок всегда дает закупиться, терпеливым, и, наверное, даст закупиться. Ну, короче, он говорит, основная суть, почему поднялись, типа, возврат к среднему значению, то есть, что это такое концепция криптоинвестирования, которая относится к тенденции больших колебаний обратно к среднему значению после их рискового скачка, часто используется трейдерами, стремящимися получить прибыль, получается, в рыночных каких-то колебаниях, да, например, связанных с криптовалютами, и, по мнению некоторых аналитиков, недавние скачки можно частично объяснить этим явлением, ну, может быть, типа, ну, короче, отскок, по-простому говоря, я так понял, вот, и инвестиционный банк подчеркнул, биткоин никогда не имел отрицательной доходности два года подряд, и рекомендовал быть осторожным с медвежьими прогнозами в текущих условиях, не считая, что еще одно крупное ралли криптоинвестирования уже началось, но, как мы видим, это в самом конце, кто до конца дочитывает, да никто, блять, все читают только либо название, либо вначале что-то прочитали, а последние строчки никто не обращает, поэтому он сказал, ралли не началось, уже дают подсказки открытые, ну, скорее всего, скоро уже разворот и падение, вот, поэтому самое интересное, когда она у нас вчера отрубилась, сеть, да, видим, какая она надежная, охеренная, да, поэтому, ну, вы скажете, типа, единичный случай, ну, хорошо, посмотрим, когда они запустят свой алгоритмический стабилкоин, а они его планируют запустить, и в 23-м году были эти новости, я покажу в ролике на канале, восстанавливается после сбоя на 50% в ретрансляционных блочных узлах, то есть аномалия произвела к перезапуску около половины узлов, когда на выходные дни, поэтому основная причина все еще расследуется, вот, и, как мы видим, согласно 22 января, инженерно-исследовательской компании, стоящей за блокчейном Кардана, аномалия привела к отключению и перезапуску 50 узлов, охеренный блокчейн, вот, поэтому это вызвало уже это сигналы и звоночки, что, ну, как бы, попахивает чем-то таким, да, на букву S, вот, поэтому, и, соответственно, это было вызвано временной аномалией, вызвавшей две реакции в узле, некоторые отключились от узла, другие вызвали отключение и перезапустились, несмотря на кратковременную деградацию, да, ну, я так понимаю, ну, деградация, на самом деле, у Кардана с 21 года, потому что они так и не передумали запускать Allgast TableJet, ну, не знаю, какой в этом смысл, ну, то их дело, конечно, но я инвестировать в Кардана, если и буду, то как высокий риск, вот, восстановилась без внешнего обстоятельства, вмешательства, вернее, и, как поясняется, такие временные проблемы учитывались при проектировании, вот, и сообщается, во время аномалии произошла между блоками, производство продолжалось, большинство узлов восстанавливается автоматически в зависимости от выбранного SPO, вот, ну, и сейчас мы расследуем первопричину, да, принимаем дополнительные меры, там, и так далее, ну, и, в целом, поделился диаграммой, показывающей, где синхронизация сети упала со 100%, чуть до более 40%, для более чем 300 узлов отчетности, ну, и, вы скажете вброс, но сейчас я покажу, что цена никак не отреагировала, ну, и сетевая синхронизация восстановилась на 85% до падения, вот, но ни разу не вернулась к прежнему уровню, ничего не напоминает, как вот алгоритмический стейблкоин также падает, потом это, ну, то есть уже звоночки по когда-на пошли, это у нас CoinTelegraph, Yahoo Finance также у нас продублировала, быстро восстанавливается после кратковременного отключения узла, это было вчера. По поводу, кстати, про Майкла Бьюри, ну, тут они неправильно переводят, ну, в общем, не суть, меня многие спрашивали, вот еще один прогноз он выпустил, делится важным предупреждением о рынках, и вот, получается, нам пишут, что рано еще праздновать, то есть рано вы устроили пир, да, что называется, говорит «мэйби», то есть «мэйби», и он говорит по поводу того, что ставший чрезвычайно популярным по поводу, предсказавший кризис восьмого года, там, либо двухтысячного, я уже не говорю, восьмого, по-моему, седьмого, да, график S&P 500, представленный в последнем твите, показывает динамичные рынки, ну, давайте перейдем глянем, и, получается, которые уже были свидетелем почти 20 лет назад, во время пузыря дуткомов было как минимум две попытки рынка порываться, но все они терпели неудачу, вот, ну, и давайте посмотрим, что же он сказал, это у нас твит был, кстати, сегодня, вот, и, получается, вот, вот эта вот ситуация тоже, когда у нас, типа, был отскок, а потом еще более сильное погружение, он показывает, ну, график, на самом деле, нихера не похож с биткоином, но, в целом, он имеет в виду, что, возможно, у него есть какая-то инсайт-инфа, хотя я более чем уверен, что, может быть, у него, скорее всего, она есть, но он-то напрямую не может сказать, вот, учитывая высокую зависимость между рынками, да, мы можем увидеть точный сценарий, происходящий в обозримом будущем, поскольку как криптографические, так и традиционные активы достигают уровней сопротивления локальных, да, что может подтвердить теорию Бьюри, и явление, которое вызывает такое движение, связано с психологическим истощением инвесторов после месяцев неудержимого движения вниз на рынках, ну, и в боковике, вот, ну, и большинство крупных игроков капитулировали, ну, это пиздеж, естественно, какая там капитуляция, тем более от крупных игроков, вот, капитуляция крупных рук еще впереди, понимаете, крупных фондов там и так далее, как только мы польемся ниже 15, вот, увидите новости, какие будут, а рынки остались без ликвидности, особенно ниже десятки, а рынки остались без ликвидности интереса, а малейшее проявление покупательной активности со стороны инвесторов достаточно, чтобы подтолкнуть активы вперед, ну, и плюс бритье шартов, вот, потом, по сути, получается, у нас дела такие криптовалюты для традиционных рынков у нас не изменились, финансовые регуляторы по-прежнему настаивают на жесткой денежно-кредитной политике, и теперь готовы смягчить, то есть таких новостей, видите, 1%, и кто их читает? Да никто, все сейчас верят в ту зиму, но типа разворот уже ниже не будет, конечно. Вот, и получается, готовы смягчить ее до тех пор, пока не достигнуты мировые цели по инфляции, ну, и плюс процентную ставку еще понижать не начали, поэтому, понятное дело, как только начнут понижать, то рынки начнут что? Падать. Это так всегда было в любой кризис, на любой, там, коррекции и так далее. Из-за высоких процентных ставок инвесторы проявляют меньше спрос на рискованные активы, такие как криптовалюты акции, однако, когда рынки испытывают чрезмерное давление, и большинство институциональных игроков оставляют их в покое, розничные игроки берут на себя управление и начинают продвигать выбранные активы вверх. Однако, без институциональной поддержки существенных движений не происходит, и в итоге вся покупательная способность, появившаяся на медвежьем рынке, превращается в топливо для дальнейшего падения. Ну, и как минимум, естественно, ну, то есть, что это имеет в виду, что чем больше людей сейчас покупают, тем сильнее мы будем падать. Поэтому он сравнивает ситуацию, что, ребята, вы зря устроили праздник, типа, якобы показали фейковое дно, параболику, да, выкуп, вот этот поглощение, ну, а по факту после этого была консолидация и дальнейшее погружение вниз, когда ставки начали, там, понижать, вот, потому что ставки еще повышаются, а когда их начнут понижать, вот тогда, да. Вот, ну, по поводу шибаины, я не вижу смысла что-то тут разбирать, и генеральный директор у нас говорит какой-то, Стивен Купер какой-то, генеральный директор, один из крупнейших популярных мем-токенов, да, говорит, что на самом деле является финансовой пирамидой, там, и так далее. Ну, опять же-таки, все, пирамида, поэтому смешно, и банки-пирамида, и пенсия-пирамида, и сетевуха-пирамида, все пирамида, все говно, кроме мочи, как говорится, да. Ну, и по поводу мне написали, и мне уже неоднократно пишут, ну, в более мягкой форме, но вот хейтер написал, говорит, ты уже задолбался своим XRP и XLM, ну, типа Stellar и Apple, не пудай нам мозги, давай закупаться частями, ну, так закупайся, какие проблемы, разгрузиться на 70k, вот почему ты выносишь мозг такое ощущение, что тебе проплатили. Ну, как бы, я не знаю, как можно написать ощущение через ошушение, вот, ну, ладно, что тебе проплатили. Да, Гарленхаус лично башляет, только с ним созванивался. Вот, поэтому видно, что фиксации выше цену идти не готовы, ну, понятное дело, могут показать то же самое, как здесь, да, потом немного откатить, да, цену, как у нас здесь был откат, давайте глянем плюс-минус на те же, там, 6%, ну, и после этого вынести финальный раз стопы, чтобы уже толпа точно уверовали, ну, куда-то сюда, в район, там, 21 тысячи, может быть, куда-то, ну, и после этого вынести стопы вот сюда, и после этого уже потом дам. Вот, поэтому не знаю, ну, посмотрим, то есть я же говорю, что 25 тысяч, я думаю, 30-40 не дадут, как я говорил до этого, вероятность 1%, потому что большинство захочет, там, скинуть в плюс либо в ноль, вот, и большинство ждет этих отметок, поэтому, вероятнее всего, их не дадут. Ну, и так как нам подогревает интерес, что вот будет, там, 43 цента, 45 центов, давайте заходите, ну, как минимум, да, в моменте было, но по факту, помните, вот здесь тоже говорили, 60 центов, там, давайте, доллар, там, и так далее, ну, и по итогу не дали, поэтому, естественно, это все завышенные прогнозы, завышенные ожидания. Могут ли дать? Да, могут, но, опять же таки, потом будут еще выше прогнозы, и так до бесконечности. Поэтому, пока я вижу, что Крупняк разгружается, решил финальный уже заплыв какой-то сделать, финальное обойтио, и после этого, как минимум, дальше пойдем мы вниз. Поэтому, в принципе, такие вот мысли, такие дела, пишите, что думаете в комментах, разобрал ситуацию, поэтому, но еще нихера не проведено, я вам это уже рассказывал и говорил, наверное, на последние полгода. Вот, поэтому, в принципе, такие вот дела, ребят, и ожидаем дальнейшего снижения, в принципе, хомячки понабирают ланги, шарты там и так далее, и на спате позакупаются, ну, а потом после этого будет дальнейший спад и бытье. Всем удачи, всем ага. Субтитры сделал DimaTorzok